Привет, ребятки! Сегодня сниму необычный контент. Сегодня вам покажу, как я ухаживаю за своей травой. У меня есть небольшой задний двор. Я не знаю, здесь, наверное, полсотки. Может, чуть больше, 0,75 соток. Здесь вот совсем немножко травы есть. И эту траву мне приходится раз в неделю или раз в две недели, смотря на сколько много дождей идет, стричь и ухаживать за ней. Пройдемся по-основному. Это, так сказать, регулярная уборка. Есть еще такие годовые уборки в начале года и в конце. Но сегодня покажу простую, то, что я делаю раз в неделю. Это будет стрижка, это будет постригание контуров. Да и, собственно, и все. В общем, приятного просмотра. Если вам нравится, ставьте лайк, подписывайтесь. Покажу вам что-то еще, что я делаю на заднем дворе или в доме. Погнали! Значит, стригу я газон вот такой вот механической газонокосилкой фирмы Гардена. Купил я здесь в местном магазине для сада. В принципе, все устраивает. Нужно я будет подточить немножко. Стригу я 3 сантиметра высотой. Теперь пройдусь ножничками по краю и позаметаю все. Довольно простая процедура. Довольно простая процедура. Так, значит, подстригаю газон я вот такими вот ножницами. Они умеют разворачиваться. Можно подставить под любой угол. То бишь, вот так порезать. Поверну, вот так режешь. Или наоборот. То есть, под левую, под правую руку есть фиксатор. Тоже фирма Гардена. Надеюсь, вам видно хорошо. Так, еще один этап позади. Подстриг по контуру траву. Теперь возьму грабли мягкие, пластиковые. И всю траву, которую я срезал, смету со скребу с газона. И позаметаю и в мусорный бак. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, позагребали, позаметали. Теперь пора все выбрасывать. И так как я живу в Европе, у нас раздельный мусор. Вот у меня здесь стоит бак для мусора общего. Здесь для зеленого. Есть еще для бумаги, вам не видно в кадре. И отдельно еще пластик мы собираем. Соответственно, вот бак, который я выкидываю, всякую фигню зеленую, которая гниет. Вот у меня травы получилось с одной половинки газона. Не знаю, метров квадратных, немного. Ну, в общем, не напрямую. Открываем бак и высыпаем все. Каждый раз в недельку приезжает машина, я выставляю этот бак перед домом и его увозят. Выбрасывают и бак возвращают. Окей, с одной половинкой закончили. Теперь все то же самое сделаем вот с этой половиной. Она намного меньше и она на солнце находится, потому трава там растет не так быстро. Также, не знаю, наверное, видно вон такая желтая штука. Не знаю почему, но, в общем, кусочек травы надо будет пересадить. Погнали работать над второй половиной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вот я со своим котом Салемом, который мне тут немножко помогал. Всем ставьте лайк за котика. Все любят котиков. Так вот, 20 минут прошло. Убирал траву, постриг, позаметал, позашкребал. Все прибрал, все готово. Если хотите посмотреть, как я ухаживаю в начале года за травой, как я ее подсаживаю, что я делаю, аэрирую, например, у меня есть отдельное видео на канале. Заходите, смотрите. Подсказочка будет где-то здесь или здесь. Не знаю, где-то будет в описании, может. В общем, не стесняемся, лайкаем, коментим. И до следующих встреч. Мяу-мяу.